Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». На телеканале «Магия кухни» прогноз погоды, который проведу для вас я, Екатерина Черкашина. Здравствуйте! В конце программы вы узнаете о полезных свойствах рыбы сардины, а сейчас информация о капризах природы на воскресенье, 17 февраля. На берегу Каспийского моря в городе Актау синоптики обещают переменную облачность. Временами солнышко будет выглядывать из-за туч. Температура воздуха днем прогреется до плюс 3-5 градусов, ночью – 0,2. Атмосферное давление 765 мм ртутного столба. В Актобе ожидается ясный день. Дневная температура на отметке минус 3-5, ночью – минус 10-12 градусов. Геомагнитное поле в пределах нормы. Жителям Атырау погода покажет свое капризное настроение, возможны осадки. Днем столбики термометров на отметке 0,2 градуса, ночью – 3,5 ниже нуля. Влажность воздуха – 78%, геомагнитное поле без колебаний. В городе Байконуре 17 февраля синоптики обещают облачный день. Температура воздуха в светлое время суток – минус 1,3 градуса, ночью – 7,9 мороза. Атмосферное давление 735 мм ртутного столба, геомагнитное поле – в пределах нормы. В Балхаше погода встречает воскресный день в хорошем настроении, так что жители города смогут отлично провести выходной. Днем температура на отметке 3,5 градусов ниже нуля, ночью – столбики термометров понизятся до 10-12 мороза, влажность воздуха – 78%. Город Жесказган ожидает переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют 6-8 мороза, ночью – 10-12 ниже нуля. Максимальная скорость ветра составит 8 метров в секунду. Карагандинцев ждет облачный день. Показатели термометров в дневное время суток на отметке минус 7,9, ночью – 12-14 мороза. Атмосферное давление 715 мм ртутного столба. В Кокшетау погода покажет свое изменчивое настроение. Ожидаются осадки в виде снега, но я надеюсь, это не помешает вам отлично провести выходной день. Днем температура понизится до 10-12 градусов ниже нуля, ночью – минус 17-19, влажность воздуха – 85%. Геомагнитное поле в пределах нормы. В Костанай ожидается облачный день. В светлое время суток синоптики обещают минус 8-10, ночью – понижение температуры до 14-16 градусов мороза. Атмосферное давление в норме 755 мм ртутного столба. Казалардинцев ждет по-настоящему зимний день со снегом. Температура воздуха днем – 0,2, ночью – 0,2 градуса ниже нуля. Относительная влажность воздуха – 75%. В Павлодаре погода немного покапризничает, обещая облачный день. В светлое время суток показатели термометров на отметке минус 10-12 градусов, ночью – еще прохладнее – 15-17 мороза. Геомагнитное поле без возмущений. Жители Петропавловска 17 февраля ждет облачный день с прояснениями. А это значит, что выходной день вы сможете провести весело и интересно. Солнышко успеет прогреть дневную температуру до минус 7-9 градусов. В ночное время суток – минус 11-13. Влажность воздуха – 90%. В городе Семей переменная облачность. Особенно выходной день не забудьте уделить время родным и близким. Дневная температура воздуха составит 10-12 мороза, ночью – 16-18 ниже нуля. Геомагнитное поле в пределах нормы. В гостеприимном Талдыкургане погода будет в отличном настроении. Ожидается солнечный зимний день. Днем – минус 1-3. Ночью столбики термометров понизятся до 4-6 мороза. Атмосферное давление – 750 мм ртутного столба. Город Тарас в воскресенье ожидает день с переменной облачностью. В светлое время суток погода порадует потеплением. И воздух прогреется до 2-4 градусов тепла, но чуть-чуть прохладнее – 0-2. Влажность воздуха – 80%. 17 февраля погода порадует и жителей Тимиртау. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем синоптики обещают – минус 8-10 градусов. В темное время суток – 12-14 ниже нуля. В Туркестане гостей и жителей города ждет переменная облачность без осадков. Дневная температура воздуха на отметке плюс 6-8 градусов, ночью – 0-2. Влажность воздуха – 80%. В Уральске погода будет в прекрасном расположении духа. День будет ясный и солнечный. Проведите, друзья, этот выходной в кругу семьи или сходите в горы. А температура воздуха днем составит минус 5-7 градусов. В ночное время суток – 9-11. Максимальная скорость ветра – 4 метра в секунду. В Усть-Каменогорске в воскресенье ожидается отличная солнечная погода. В светлое время суток температура воздуха на отметке 5-7 мороза, ночью – 13-15 градусов ниже нуля. Влажность воздуха – 73%. Город Шимкент встретит по-зимнему теплая погода с переменной облачностью. Днем – 6-8 градусов тепла, ночью – 0,2. Атмосферное давление – 710 мм рт. ст. Геомагнитное поле в пределах нормы. В Экибастузе ожидается переменная облачность, но холода еще сохраняются. Почаще обнимайте родных и близких, и на душе станет гораздо теплее. Дневные показатели термометров на отметке 8-10 мороза, ночью – еще прохладнее – 14-16 градусов ниже нуля. Влажность воздуха – 90%. Гостям южной столицы и алматинцам 17 февраля погода обещает быть в хорошем настроении. Солнышко, выглядывая из-за туч, позволит провести этот выходной в горах, на катке или на горнолыжном курорте. Днем температура составит 4-6 градусов тепла, в ночное время – 0-2. Атмосферное давление – 690 мм ртутного столба. В столице Казахстана, Астане, ожидается по зимнему теплый день переменной облачностью. Одевайтесь теплее, есть вероятность осадков. Днем синоптики прогнозируют температуру воздуха на отметке минус 7-9 градусов, ночью – 12-14 мороза. Относительная влажность воздуха 76% – геомагнитное поле без возмущений. В каком бы настроении ни была изменчивая погода, всегда заботьтесь о себе и о своих близких. Включайте в свой рацион питания только полезные продукты. Ну а для разнообразия воскресного стола не забудьте приготовить рыбное блюдо с сардиной. Сардина легко усваивается организмом и является прекрасным источником белка. Она содержит большое количество фосфора, йода, кальция, калия, натрия, магния и цинька. По мнению ученых, именно жирные кислоты семейства омега-3, содержащиеся в этой рыбе, способствуют предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают риск образования тромбов в сосудах, а также улучшают кровоток в капиллярах. Очень полезны сардины беременным женщинам. Они улучшают зрение и функции мозга. В отварных сардинах высоко содержание коэнзима Q10, который является мощным антиоксидантом и известен своей пользой для иммунной системы организма. Готовьте по рецептам телеканала «Магия кухни» и удивляйте родных и близких. А с прогнозом погоды ознакомила вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Екатерина Черкашина. До новых встреч, друзья! Пусть рабочие дни будут успешными, а выходные – с любимыми. Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» «Метеопрогноз» «Облачная кухня» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова